Добрый день, уважаемые участники регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников по экономике, который состоялся 28 января 2022 года на базе Ивановского государственного университета. Мы с вами познакомимся или уточним материалы, связанные с разбором задач. Они выложены в официальном открытом доступе на сайте iloveeconomics.ru и появились они там после окончания Олимпиады, что позволило многим из вас наверняка уже познакомиться с этими материалами и понять ваше положение в конкурсной таблице по результатам Олимпиады. Итак, на этом сайте, на главной странице в разделе региональный этап Всероссийской Олимпиады школьников 2022 года мы можем познакомиться непосредственно с текстами задач по классам и с их решениями. Ну, собственно говоря, задачи в основном совпадали у 9, 10, 11 классов. В каждом варианте их было по 4. За каждую можно было максимум получить 30 баллов. И в сумме, соответственно, за все задачи заработать 120 баллов. Мы с вами сейчас быстро пройдем по этим решениям. Отмечу, что в процессе проверки в соответствии с рекомендациями Центральной предметно-методической комиссии каждая задача проверялась как минимум двумя членами жюри. Некоторые задачи проверялись и тремя членами жюри, если нужно было детально разобраться в вопросах. Что нужно отметить? Что в каждой параллели в 9, 10, 11 классы были работы, в которых та или иная задача были не решены. То есть полностью отсутствовало какое-либо упоминание о них. В каких-то случаях были переписаны только вводные данные, условия. Ну и, соответственно, большая часть ребят, участников, все-таки либо решили, либо попытались решить или частично, или хотя бы какой-то ответить на какой-то из вопросов все задачи. Соответственно, отметим, что жюри полностью ориентировалась на схему проверки, предложенную разработчиками. В свою очередь, разработчики предусмотрели разные варианты решения задач. Что участники могут пойти аналитическим путем, могут решать графическим способом или каким-то образом сочетать эти варианты. В соответствии с этим, разработчиками были предложены схемы проверки и начисления баллов. Мы сейчас с вами просматриваем решение задач для параллели 9 классов. Вот в 6-й задаче они как раз отличались 10-ми и 11-ми. В целом, можно отметить, что многие ребята пытались пойти аналитическим способом. Кто-то решал задачи с применением графического метода. Ну, там, где это было обязательно, конечно, пытались. Вот если рассматривать задачу субсидий, то у ряда участников основная проблема была в том, что они неверно определили правильный размер субсидий, ну и, соответственно, потом размеры расходов государства. При этом, вот отмечу, я сейчас вернусь вот сюда. Вот обратите внимание, те, кто решал эту задачу, и вспомнят, да, например, расходы на субсидию 400. Вот в одной из работ участник получил этот результат, но получил он его по совпадению. Дело в том, что им была неверно определена субсидия, он ее определил как 40, и неверно был определен размер непосредственно объема той продукции, которая нужна потребителю. Не 20, а 10. Ну и, соответственно, 40 умножим на 10, мы тоже получаем 400, но этот результат не был оценен, так как изначально неверные были использованы результаты двух показателей, определяющих расходы. А результат совпал в данном случае по совпадению. Вот этот момент надо учитывать, потому что логика должна отталкиваться еще от верных результатов расчетов. Соответственно, там, где были необходимы графики, например, вот как задача с кривой производственных возможностей и торговых возможностей, конечно, внимательно мы анализировали, правильно ли найдены все точки основные, которые должны формировать эти кривые. И, соответственно, уже с рекомендациями, схемой проверки предметной комиссии начислялись баллы. Соответственно, задачи, предложенные для 10-11 классов, практически совпадали с 9-ми. Отмечу, да, разночтения могли быть, например, в 6-й задачи, она могла быть другой. При этом, также комиссия, жюри внимательно изучала наличие ошибок вычислительных. Но вы знаете, что на Олимпиаде по экономике в первую очередь анализируется экономическая логика. Поэтому в соответствии со схемами, предложенными разработчиками, в определенных ситуациях, если даже и были вычислительные ошибки, но они не ломали схему, логическую схему, экономическую логику рассуждений, они не принимались в расчет в соответствии со схемой проверки разработчиков. Если же вычислительные ошибки были существенные, то в зависимости от их местонахождения, да, по схеме проверки снималось 10% результата. Но не от общего значения баллов за задачу, например, не от 30 баллов, а от того количества баллов, которые участник мог получать за данный конкретный блок, в котором вот эта вычислительная ошибка появилась. То есть еще раз отметим, что если эти ошибки, ну, допустим, человек описался, но при этом его рассуждения логически выстроены, экономическая логика не страдает, и существенных искажений данных нет, тогда эти ошибки вычислительные отходили на второй план. Если же серьезно страдала экономическая логика, то в соответствии со схемой проверки эти ошибки учитывались в плане штрафов. Но отметим, что вот по всему объему работ участников у нас в итоге 37 человек приняли участие, в нескольких только работах встречаются в какой-то задаче вот эти штрафные баллы. Члены жюри внимательно изучали все решения, предложенные участниками, с учетом тех рекомендаций, которые были даны на инструктаже. Если были пометки, что, например, какой-то блок в решении был зачеркнут, потом указание, что участник просит его проверить, он проверялся. Проверялись обязательно только чистовики. Черновики не проверялись. Ну и, соответственно, главная цель участников состояла в том, чтобы четко пояснить схему своего решения. Каждый этап должен был взаимосвязан быть с другим этапом. И, соответственно, если просто были даны вдруг, получались откуда-то ответы, но это никак не вытекало из предыдущего рассуждения или решения, то есть нарушалась логика, естественно, здесь баллы могли быть минимальными или не начислялись, потому что задача участника при решении четко прописать, логично, последовательно, как он приходит к тому или иному выводу и к тому или иному результату, и обосновать их. Отметим еще раз, что подробные решения, разборы, как тестов, так и задач, можно найти на сайте iloveeconomics.ru. Это официальный сайт, который рекомендован Центральной предметно-методической комиссией. Внимательно изучить схемы проверки и начисления баллов, в соответствии с которыми жюри проводила свою работу. Спасибо за внимание.